Но вы в курсе, от ваших лайков зависит, когда выйдет следующий ролик. Ставки на спорт! 1 ХП! Большие выигрыши! 1 ХП! Быстрые выплаты! 1 ХП! Надежный букмекер! 1 ХП! 1 ХП! Букмекерская компания. Всем привет, ребят, меня зовут Денчик, сегодня у нас 13 выпуск Happy Go Lucky, чертова дюжина! Многие скептично относятся к цифре 13, типа она приносит неудачи. Но, к счастью, я не отношусь к этому типу людей, возможно, этот 13 выпуск будет вообще самым удачным для нас. В целом, в нашем сезоне Happy Go Lucky все складывается очень даже красиво. Рейтинг 88, сыгранность 100. Андрей Шевченко 86, но в уме мы держим 91. 91 Рональдинио, потрясающий просто игрок. 90 Пуёль. И в последнем выпуске мы с вами поймали еще одну икону. Эммануэль 5, прайм карточка, рейтинг 90, и это очень хороший игрок. Ну и весь остальной состав выглядит тоже очень даже симпатично, чего только стоят Мэйси, Агуэра. Запас у нас тоже внушительный. Ну а сейчас мы с вами вообще пойдем на футхэд, где откроем еще 5 золотых игроков в самом начале. Ну что же, 5 золотых игроков в самом начале принесут ли они нам кого-либо? Первый игрок нет? Нет. 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 И последний игрок? Сандро! Александро! И мы ему скажем да. Мы его даже в состав сможем поставить, потому что он будет стоять между двух легенд. Казалось бы, первые 5 игроков редко что-то годное приносит, но и здесь они смогли нас удивить. Александро теперь в нашем составе. Ну и парни, я думаю, уже готовы, и надо бы нам найти первого соперника. Иван Перишич, Дуглас Коста и Куадрада. В общем, мы с вами попали на серию А. Ну что же, Серхио Агуэра первым своим ударом в прошлом матче, точнее, когда только он у нас появился, он забил. И сейчас он тоже забивает. У него просто потрясающая реализация, и счет становится 1-0. Андрей Шевченко, передача на Рональдинью, и Рональдинью попадает в штангу! Серхио Агуэра, передача на Месси, Лионель забивает гол. Аргентинская связочка сработала. Агуэра, передача на Шевченко, Шевченко обратно, Агуэра нужно забивать! Еще, и ты это делаешь, надо бы добить до хэт-рика. Серхио Агуэра, конечно, хорошо подать передачу, но постараемся сами все сделать. Агуэра попадает во вратаря, но с добиванием все-таки делает хэт-рик, и счет становится 4-0. Из-за хэт-рика Агуэра 9 золотых игроков, это хорошо. Серхио Агуэра, передача на Рональдинью, Рональдинью обратно, но на Сона, и гол, собственно, он забивает. А сейчас, может быть, первая ответка соперником, и Тьюиди бьет. Ну что же, разыграем штрафной, и Рональдинью ударит сейчас с такой вот дистанцией, но выше ворота. Подача углового, удар, и мячик залетает в ворота вот таким вот неведомым рикошетом. Ну, может быть, вот сейчас Агуэра, ну здесь просто нужно расстрелять. Шевченко, передача на Рональдинью, и Рональдинью должен забивать, и он, собственно, делает все по красоте, пускай не с первого раза. Ой-ой-ой-ой-ой, там красную карточку дают защитнику. Манолас, до свидания. Ну а зачем ты так, на волшебника? Сон забегает вперед, на него передача. Ладно, не на него, на Агуэра. Агуэра забивает еще один гол, отлично. Я уже даже не знаю, сколько там мы назабивали, из-за кого будем считать после матча. Ну что ж, матч заканчивается, счет 8-1, и давайте сейчас считать, потому что я действительно не помню уже, сколько забило Агуэра у нас, и сколько забили другие. Того у нас получается 5 забитых мячей Агуэра, это 15 золотых игроков. Плюс 3 забитых мяча, это еще 3 золотых игрока, и 2 золотых игрока победы, и получается 20 золотых игроков. Достаточно внушительное открытие нас ждет, 20 золотых игроков, а если мы еще и следующий матч выигрываем, или хотя бы сыграем ничью, то нас еще и ждет титул. Очень странно, на самом деле, почему соперники не ливают при таких, собственно, разгромах, но ладно, мне от этого, в принципе, лучше. Первый игрок это... Нет, нет, нет. Хон Мин Сон. Информ, конечно же, да. И стоит он, в принципе, немало, на самом деле, монет. Мне нужен Максим Беляев. Нет, 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 нет. Эммануэль Пити, левый защитник, но пока что он особо меня... Я буду иметь в виду, что, в принципе, если левый защитник прям совсем будет какая-то беда, то можно будет взять Эммануэль Пити, но у нас есть рейтинг 90, его карточка. Нет, нет, и последний игрок... Нет. Честно говоря, я вообще забыл, что в конце прошлого выпуска мы с вами поймали еще и Артура Видали. Просто сейчас начал писать Максим Беляеву, что мне выпал информсон, мне нужны монетки, а там смотрю, что я ему вчера ночью еще писал то, что мне выпал Видали, мне он тоже нужен. Сон, само собой, занимает место в основе, но Видаль пока что присоединится к скамейке запасных, и, наверное, этих ребят мне тоже нужно использовать, потому что Дибала простаивает без опыта, Видали, думаю, тоже можно выпускать. Ну а сейчас давайте найдем нового соперника. Ну и в этот раз мы сыграем с вами против АПЛ в 5 защитников. Леонель Месси наударный, и сейчас, мне кажется, должно быть пенальти. Ужасно подлагивает, поэтому я надеюсь, что я достаточно быстро разнесу соперника, он поймет, что ему ловить нечего и ливнет. Ну и забивать, наверное, у нас будет Серхио Агуэра. Дадим ему, собственно, возможности и время для того, чтобы сделать хэ-трик, а то еще больше, может быть, забить голов. Я думаю, он справится с этой задачей. Андрей Шевченко, передача на Рональдине и Рони, давай, забивай гол! И соперник, клевай нахер, пожалуйста, у тебя безумно фризит все. Но нет, эти ребята, они играют до конца. Рональдиньо, передача на Агуэра. Агуэра нужно ударить сейчас и забить гол. Эдерсон потащил. Все только начинается. Хон Минсон, удар Эдерсон снова выручил. Рональдиньо, передача на Шевченко и Андрюха! Вот это должен был быть гол! Я что-то думал, блядь, что я вообще натворил? Рональдиньо, передача на Агуэра. Агуэра нужно забивать и ты бьешь мимо. Соперник фризит не по-детски и хотелось бы все это побыстрее закончить, но он еще и первый гол свой забивает в итоге. Андрей Шевченко, передача на Агуэра. Агуэра бьет и пробивает Эдерсона. 3-1. Леонель Месси, передача на Серхио Агуэра. И Агу-гу-гу-гу-гу-гуэро! 4-1. Это хэт-трик его. И парню бы не помешало бы ливнуть. И он нажимает паузу. Я очень надеюсь, что он ливнет, потому что фризит просто не по-детски. Но нет, он будет, наверное, сейчас делать замены и постарается исправить ситуацию. Он действительно сделал замену. Ну вот сейчас-то, наверное, начнется игра, раз он замену-то сделал. А мы с вами тоже выпустим свеженьких игроков. Выйдет у нас Пауло Дебало. И выйдет у нас Артур Видаль вместо Рональдиньо. Дадим нашим иконам отдохнуть. Дебало, передача на Видаля. И Видаль забивает гол. Вот так вот заменочки-то наши сработали. Артур Видаль с передачей Пауло Дебало забивает гол. Серхио Гуэра можно ударить поворотом Эдерсон. Отбивает на угловой. Просто сверхразум. 90-я минута. Он решает все-таки ливнуть. В итоге у нас с вами получается. Хэт-трик Агуэра. Это 9 игроков. Плюс гол Гуэра и гол Рональдиньо. Это еще плюс 2 золотых игрока. Плюс разрыв соединения. Это 2 золотых игрока. И плюс победа. Это 2 золотых игрока. Ну и титул 6-го дивизиона. Это еще. Еще 16 золотых игроков. 31 золотой игрок на футхеде прямо сейчас. А говорят 13 число несчастливое. 31 золотой игрок. Возможно это самое большое количество, которое мы с вами открывали. Золотых игроков в этом сезоне Хэпигулаки. Но в любом случае я надеюсь только на удачу. В принципе можно открыть одного игрока и тебе выпадет классный игрок. Хэт-диры это нет. Нет, 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 нет. Нет, ты последний игрок Да А вот теперь я реально сомневаюсь Все-таки 13 выпуск и за 31 Золотой игрок Когда мы забили с вами х3 Когда мы взяли с вами титул Нам вообще никто не выпал В любом случае рано или поздно Мы с вами возьмем свое У нас будет состав из 11 легенд с рейтингом 192 минимум Это будет просто самый бомбезный состав вообще Ну что ж, ребят, на сегодня это все Надеюсь, ролик вам понравился и вы поставите лайк Все-таки от ваших лайков зависит, когда выйдет следующий ролик Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, чтобы не пропускать новые выпуски Хэйп и Гулаки Ну а с вами был Денчик и еще увидимся